Всем доброго дня, с вами Мария Соловьева и Две минуты о кино. Сегодня я хочу вам рассказать о фильме «Ганман» режиссера Пьена Морелли с Шоном Пеном в главной роли. Прочитав описание к фильму, Джим Терье, Ганман, международный наемник высочайшего класса, но когда в компании начинают подчищать хвосты, Джим сам становится мишенью. За Джимом начинается смертельная охота по всей Европе, и у него не остается другого выбора, кроме как дать бой. Один против всех. Я предполагала, что это, может быть, будет боевик хорошего качества, но, скорее всего, не сможет зацепить меня эмоционально. Во время просмотра выяснилось, что я заблуждалась, и я действительно этому рада. Прежде всего, надо отметить, что герой Джим далеко не положительный. Я даже могу вообще-то сказать, что в современных боевиках происходит смена героя, и, как естественное взаимосвязанное следствие, смена жизненных приоритетов, пропагандируемых сюжетно. Если раньше героями подобных фильмов были люди, спасающие свою семью и весь мир заодно, то сейчас герой борется за себя и за свою шкуру прежде всего за это. Тот герой, который спасал мир, был романтическим и совершенно положительный во всем. И все его убийства, которые он необходимо совершал на пути спасения мира, оправдывались великой целью и тем романтизировались. В целом, мир вокруг состоял из хороших людей, но есть какая-то большая, сильная, но ограниченная группировка плохих, которые хотят сотворить конец света. Но поскольку число их многочислено, но конечно, можно взять пушку и всех их перестрелять. Это отработанный и практически изживающий себя герой уходящего боевика. Герой грядущего боевика, как Джим из фильма «Ганман», это человек полный недостатков, это худший из людей. И на определенном этапе своей жизни он сам загоняет себя в ситуацию, когда выбора нет и выхода нет. Не происходит романтизации его миссии и его убийств на пути к его цели, что очень важно. И в этот момент открываются уникальные положительные качества, которые были скрыты до этого. У героя оказывается большая воля к победе, способность переосмыслять содеянное, раскаиваться и нести ответственность за свои неправильные поступки в прошлом. Мир вокруг героя жесток и беспринципен. Есть только один хороший человек, это лучший друг. Но он неизбежно один, потому что лучших друзей больше и не бывает. И есть еще любимая женщина, которая становится для героя единственным источником любви и доброты, но не является семьей, как это заявлялось в боевиках формата «Крепкий орешек». Возлюбленная такого героя не семейный очаг, а луч света в темном царстве, остров надежды в океане отчаяния. Причем он не единожды ее предавал на протяжении своей жизни, и только попав в определенную ситуацию, вдруг увидел ее по-другому. В принципе, фильм «Ганман», который можно было бы также перевести как «Стрелок», абсолютно укладывается в это описание. Джим был киллером, без колебания совести нажимал на курок, убивая людей. Он хорошо и весело здравствовал, пока сила была на его стороне. Очень точно снят первый эпизод, воспроизводящий события в Конго за 8 лет до основного действия сюжета. Люди в Конго живут своей жизнью на своей земле, вдруг из ниоткуда высаживаются американские бойцы, хорошо подготовленные к войне, вооруженные, закамуфлированные, в бронежилетах, начинают устанавливать свои законы, проворачивать дела, вершить правосудие с их точки зрения правосудия. Почему-то указы убивают уважаемого человека, который местное население признавало и выбрало в министры. Благодаря этому хорошо проработанному и поставленному эпизоду, те бойцы, которые приходят в дом Феликса убивать Джима и его возлюбленную Энни, перестают быть функциональными и стреляющими статистами. Это такие же расчетливые парни со спокойно спящей совестью, каким был сам Джим 8 лет назад. «Убийства, поставки наркотиков и оружия – это все делалось без зазрения совести ради легких денег. Но зло, содеянное тобой, следует за тобой и рано или поздно настигает тебя. Невозможно начать новую счастливую жизнь, сделав стартовый капитал на убийствах. Придется пройти весь путь искупления от начала и до конца, причем не только тебе лично, но и людям, которые рядом с тобой и сами, возможно, не совершали никакого зла. И это очень верная сюжетная мысль с точки зрения морали». Джим выпивает всю чашу искупления до дна и, будучи уже госпитализированным, вынужден сотрудничать с представителем Интерпола и полностью сдать все, что он накуралетил, и после этого еще и посидеть придется. Хочу также отметить, как органично вплетена на художественном уровне линия Кориды в общее действие. Обычно подобные символические аналогии Корида, как «Бой за жизнь», довольно часто применяются в кино, но воспроизводятся довольно примитивно. «Бык бежит, герой бежит, герой упал и бык упал» или что-то в этом роде. Здесь вплетение Кориды работает и на символическом уровне, герой как загнанная жертва Матадора, и на чувственном, ощущение боли от ударов Матадора, а также и на фабульном, выбежавший бык добивает кокса основного антагониста Джима. Это были две минуты о фильме «Ганман» режиссера Пьера Морреля с Марией Соловьевой. Спасибо за внимание!